за всю историю человечества тысячи лет у нас всегда были герои они сражались с драконами демонами как бы были идеалом и знаете ничего не изменилось просто сейчас они носят спандекс это те же самые герои и если в древней греции это был посидон то у нас если греции это был гермес то мы знаем его как флэш а гефеста это айронмен да он создавал всем облачение специальные костюмы для всех их геройских подвигов вот и так с чего же впредь если мы начнем первые комиксы это лига справедливости или кто-то кому-то что-то напоминает но нет да правильно это рыцари круглого стола принципе ничего не поменялось только вместо сироговейна у нас там слэш появился итак история комиксов именно золотой век начинается с великой депрессии работы не было денег не было все было плохо печально коррупция и так далее и сухой ну да все было плохо телевидение не было в таком широком доступе и тогда начали печатать первые комиксы они были просто ну согласно названию комикс это comic stories они были веселые и смешные у них не было главного какого-то персонажа и вот в 1938 году появился самый первый супер герой это был супермен мало того что как бы это был собирательный образ и это образ скажем так иммигранта который попал в соединенные штаты америки на поскольку создателями комиксов были большинство ствен евреи которые были в печатной промышленности давно так сложилось исторически вот и им был близок образ супергероя также истории супермена можно найти отсылки к и сею то есть если кто-то помнит тогда было преследование до еврейского народа первых убивали оставили маленького моисея в колыбели вот пустили вниз по реке его нашли египтяне воспитали у себя когда он знал кто на самом деле есть он стал героем для своего народа ну также и супермен когда взрывался криптом его отправили космическом шаттле его нашли на земле воспитали кенты он узнал кто на самом деле и стал великим героем даже я вам скажу его сравнивают с иисусом христом потому что он был великим героем современности творил чудеса и умер за этот народ спасая его как бы супермен на самом деле все помнят последний фильм как бы не помнили это последний фильм но он умер и в комиксах он тоже умирал и потом воскрес есть вот такая вот идея вот и первые в первых комиксах супермен он боролся с коррупцией помогал людям там домашнее насилие он котенка доставал с дерева это был такой самый положительный светлый добрый чистый герой который можно только на себе придумать он был мега популярный продажи взлетели до небес продажи взлетели до небес но надо было придумать что-то еще и тогда придумали как бы другого супергероя который олицетворял ночь это был через год то есть это 39 год появился бэтмен вот он именно боролся с преступлениями с убийствами с несправедливостью не было темное прошлое вот и тогда это были самые яркие герои золотого века потом вторая мировая волна и появляются уже другие герои которые соответствуют необходимости того общества в котором они были это капитан америка и чудо-женщина супермен не мог пойти на войну ну он провалил как бы медкомиссию на самом деле он очень хотел он пытался он старался но он так нервничал что случайно включил рентгеновское зрение и поэтому видел картинку у окулиста которая была в соседнем кабинете и поэтому им поставили что он негоден но если серьезно то просто не могли отправить супермена на войну потому что он сразу я закончила тогда это было бы ну не интересно это бы не отвечало реалиям современности и поэтому были вот эти два персонажи причем вот этот вот номер который был капитан америка где он бьет гитлера это было еще до вступления штата во вторую мировую комиксы были настолько популярны что и даже давали в пайки которыми солдатам чтобы поднимать их боевые духи они постоянно читали вот свое свободное время но потом война закончилась капитана в америках благополучно в морозе в глыбу льда так как он был не нужен там чудо-женщины пытались одеть и сделать офисным работникам с этого тоже как бы ничего не получилось вот появляется вот после хиросимы и нагасаки у людей была боязнь атомной войны и появляются такие герои как атомный громовержец а для самых маленьких детей появляется атомный код атомные мыши были атомные кроли которые помогали им как бы вот не настолько бояться этой угрозы потом начинается серебряный век комиксов когда переосмыслили новых героев старых героев в новом свете то есть вот у флэша ему забрали этот шлем с крыльями которые был ну как бы он бы в принципе слетал с него и одели его болевать более обтягивающий костюм появляется наука в комиксах то есть все пытается объяснить научной точки зрения и саму эволюции героев это как они как они получили свои сверхспособности вот это все пытаются убрать магию то есть допустим зеленый фонарь его было кольцо которое с магической точки зрения но подпитывалась и давала ему сейчас это просто был артефакт созданный и как бы вот с помощью него он уже получал свои способности это является первая как бы отсылка еще и к мультивселенным то есть старых героев нельзя было просто куда-то выкинуть они существовали поэтому с этого момента вселенные как бы начинают умножаться вот и в последующем их потом неким образом и уничтожали и убирали создавали новые там много чего бы вот дальше создаются другие супергерои тот же супермен он светлый хороший милый добрый как вон такой немножечко картонный скажем так а идея стена ли была в том когда он создавал фантастическую четверку что с большими силами приходит и большие как бы большая ответственность и и большие проблемы да то есть вот он создавал когда у них есть связи между собой то есть какие-то это не показывается как обычные люди просто немножечко другие у которых есть какие-то свои способности и и почему здесь еще халк нарисован на этом почему он зеленый вот вопрос в этом да как бы когда стэн ли выпустил первый выпуск фантастической четверки мы прислали письма что блин герои классные все супер все отлично но если у них не будет костюмов мы это как бы читать не будем и поэтому он их делал костюмы а халку ну как бы кроме этих штанов непонятных которые огнеупорные растягивающиеся и так далее им надо было еще что-то им надо было еще что-то и поэтому его сделали зеленого цвета чтобы он как это был его костюм вот дальше когда у стэна ли закончились все идеи то есть там радиоактивный паук там радиация еще что-то были созданы люди почему они такие все просто они такими родились и это было очень как бы хорошо воспринято людьми потому что по комиксам их преследовали потому что они были не такие соответственно представители ЛГБТ сообщества там афроамериканцы все кто угодно все меньшины которые которые можно было придумать они все видели себя в этом комиксе и соответственно герои были им близки потом со временем уже дети цветов хиппи ушли наркотики остались герои комиксов сталкиваются с другими проблемами в комиксе хотя был кодекс комиксов который запрещал показывать изначально насилие эротику наркотики все 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 нехорошее постепенно и марвел и DC комикс от этого отходят есть целые спецвыпуски где спиди это младший напарник зеленой стрелы это в сериале она девочка а в комиксах оригинальных это был мальчик он становится героинозависимым и целые выпуски железного человека где он борется с зеленым монстром вот в каком плане с Халком и с ним тоже с Халком в это время герои комиксов ну как бы становятся начиная от Росомахи который антигерой он изначально был злодеем но его показывают то есть как бы он не выступает за мир во всем мире за общую справедливость за то чтобы все было у всех хорошо да он пьет курит и там сидит по барам и всех посылает как показывали во всех фильмах ему как бы в принципе все равно если только он оказывается в ситуации где он вынужден уже ну тогда да если этот человек ему как-то близок он тогда помогает и вот это ну я не знаю или кто-то знает это Лобо это супер злодей он наемник некая смесь Супермена и Росомахи как бы ему нравятся единственное что положительно ему нравятся космические дельфины я не знаю что это за существа но как бы вот Лобо это его любимые любимцы он известен тем что он никогда не отрекается от контракта то есть если он сказал что он кого-то убьет принял контракт все то есть точка и у этого злодея появляется свой собственный комикс то есть все хорошие положительные герои уже неинтересны хочется чего-то другого общество немножко поменялось тогда приходит и обществу хочется немножко более глубинных героев более таких вдумчивых и вот тогда появляется возвращение темного рыцаря и хранители это первые как бы так скажем графические романы то есть они уже ориентированы не на детскую аудиторию не на подростков как там спайдермен они ориентированы больше на взрослых то есть там главные герои сталкиваются с некими проблемами моральными там этическими социальными неважно которые как бы неоднозначны мир не черный и белый и как бы нельзя сказать что вот это хорошо вот это плохо как в хранителях там убить несколько миллионные горы для того чтобы процветал весь мир ну как бы у всех есть свои проблемы и нету правильных и неправильных решений именно в это время появляется ну в девяносто первом появляется импринт DC комикс вертиго они именно выпускают комиксы для взрослых то есть это песочный человек это hellblazer это значит вендетта и многие многие другие фейблс которые именно ориентированы на взрослого читателя познакомьтесь это сэндмен песочный человек он же морфей и он в тысяча девятьсот девяносто третьем или первом году по моему получил премию world fantasy award который награждаются все лучшие произведения в жанре фантастики но он ее получил не как комикс там нет такой категории это была категория короткий рассказ и именно после этого там сделали как бы пометку то есть что комиксы не участвуют в этой категории это был первый единственный который получил данную премию то есть комиксы полноценно становятся жанром искусства вот такого именно взрослого поэтому сейчас мы имеем немножко другую тенденцию у нас мы не пытаемся создавать героев комиксов для взрослой аудитории мы берем уже готовых героев которые известны там допустим игры престолов или ведьмак неважно и переносим это в форме графического романа то есть люди которые читали и любят этих персонажей они с удовольствием прочитают комикс причем это быстрее то есть как бы за один вечер можно прочитать несколько томов игры престолов что в оригинальном произведении займет довольно таки много времени возрождение любви к супергероям между прочим появилось после 9 сентября когда опять таки появился новый враг 11 сентября 11 сентября 11 сентября потому что ты все таки за три дня знал удала билеты после 11 сентября как бы тогда возрождается любовь к комиксам золотой золотого века то есть это и супермен и бэтмен это вот все были даже спецвыпуски комиксов в которых супергерои помогают как бы расчищать завалы находить еще живых людей и деньги от выручки отдали жертвам ну семьям погибших сейчас мы редко воспринимаем супергероев именно как героев комиксов мы знаем о них просто как из фильмов да то есть мы смотрим фильмы марвел фильмы DC и вот исходя из того какая есть история у этого героя у героев комиксов их много то есть у одного героя есть много разных альтернативных версий своей истории но мы всегда предпочитаем именно ту которую показаны в фильме более того я знаю людей которые не только героев комиксов знают по фильмам я знаю людей которые мифологических героев описывают исходя из того что они видели в фильмах фильмах комиксов допустим то что Локи это брат Тора вся эта вот история это воспринимается за чистую моменту значит так оно и было у древних скандинавов и никак по другому что хочется сказать независимо от того Тор это Одиссей Гефест Железный человек Спайдермен все эти герои они учат нас справляться с трудностями быть лучше чем мы есть на самом деле вот и поэтому я желаю вам всегда быть позитивными и быть самим собой спасибо АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО 5-9 вопросов Marvel и DC Что лучше? Что хуже? Я люблю вертику то есть я больше всего люблю импринт вертику это DC Любимый персонаж? Сэндмен Любимый у вас злодей или герой? Джокер Потом киновселенной сериалы и так дальше отношения к ним? АПЛОДИСМЕНТО Имеют место быть но все таки я как бы не читаю оригинальные про Супермена, про Бэтмена и так далее я читаю вот только графические романы поэтому фильм Темный рыцарь мне допустим нравится последние фильмы спорные моменты И рейтинг R для фильмов и сериалов насколько он может показать себя и не показать? Ну в нашей стране он вообще как бы не имеет места быть потому что у нас такого как бы нет Ну как бы снимается то есть снимается для детей для более-менее перед детей и уже для более простых для детей кровь, мат, грудь, женская это наше то есть это распределение Ну ты сказал Стэн Ли уже потому что в возрасте мы все тоже не молодеем ну я не знаю это не загадка Бенджамина Баттона это вопрос просто возраст идет без знака Нет, то есть говорят что леди в Дэдпул выстрелил Волган выстрелил основное невозможно выстрелить потому что это просто случайность многие говорят Ну это уже закономерность потому что большинство кассовых сборов ну то есть большинство денег сейчас получают именно на фильмах а уже в процессе то есть вышел фильм и уже подскочили рейтинги то есть продажи комиксов какого-то определенного там типа Лига Стажа Справедливости ну неважно все равно кого-то нас интересует и это уже такой симбиоз Ты сказала, что твой любимый персонаж Джокер как ты относишься к самому любимому злодею Джокера ну один из любимых персонажей я знаю, что твой любимый персонаж вселенной Мартин и Тиреон так что он будет где-то рядом слушай, такой вопрос ну как бы подача комикса такого персонажа как Харли Квинн и взаимоотношения Харли и Джокера и подачи DC Ооо, ну DC тут пошли на поводу у аудитории и сделали просто такую шикарную любовную историю в то время как ну по некоторым версиям таких Харли у него было много сколько раз он ее подставлял и так далее как бы но это такая это не любовь, это скорее всего это скорее зависимость скажем так а чем мне нравится Джокер это Трикстер то есть вот этот персонаж Трикстер такой же как вот тот же Локи там Хеллбой частично можно позиционироваться как Трикстер он коварен, злой он даже не хочет побеждать Бэтмена на самом деле он ему дает несколько шансов победить потому что неинтересно именно борьба а если не будет Бэтмена, не будет Джокера соответственно вот ну и закономерный вопрос в продолжение Джек Николсом или Джаред Лето или Кит Реджер ну мне нравится и Джек Николсон мне Джек Николсон нравится он такой психопатичный он психопатичный он психопатичный этот soldат Редактор на самом деле вступает как